здравствуйте с вами милана смитская давайте рассмотрим вот такой интересный новый и простой в исполнении узор данный узор состоит из четырех рядов набираем такое количество петель чтобы было кратно двум смотрите вот так узор смотрится с лицевой стороны и вот так с изнаночной то есть данный узор можно использовать и с лицевой стороны и с изнаночной это уже смотрите на свой вкус шикарный узор подойдет для вязания кардиганов пальто полупальто жакетов шапок пуловеров то есть детские вещи также можно вязать применяйте данный узор там где понравится вам кромочную снимаем и смотрите вот у нас идут две лицевые петли мы вытягиваем длинную косую петлю и эти две лицевые петли вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку провязали следующие 2 изнаночные петли вяжем изнаночными и все и так прочередуем до конца ряда смотрите снова у нас идут 2 лицевые петли мы вытягиваем длинную косую петлю и вот эти две лицевые вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 изнаночные и так чередуем до конца ряда вытянули петлю и вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку 2 изнаночные и повторяем далее смотрите третий ряд вяжем снова резинкой 2 лицевые 2 изнаночные после кромочной 2 лицевые 2 изнаночные то есть по узору вяжем и повторяем 2 лицевые 2 изнаночные далее четвертый ряд смотрите кромочную снимаем и после кромочной у нас 2 лицевые мы теперь их провязываем лицевыми петлями и идут у нас 2 изнаночные петли смотрите теперь будем делать обвитие изнаночных петель вытягиваем петлю и вот эти 2 изнаночные петли мы провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку то есть про вяжем шахматном порядке снова 2 лицевые а 2 изнаночные будем обвивать вот этой косой длинной петлей и провязывать их вместе 2 вместе лицевой за заднюю стенку и так будем повторять до конца ряда то есть тут все видно вот эти 2 лицевые мы теперь вяжем лицевыми а изнаночные будем обвивать вот этой длинной косой петлей петлей и кромочная все итак будем чередовать узор повторяя с первого по четвертый ряд то есть на основе резинки 2 лицевые 2 изнаночные формируются в шахматном порядке вот такой шикарный и простой в исполнении узор главное потренироваться и не будете сбиваться на данном узоре вот посмотрите то есть использовать можно и с лицевой и с изнаночной узор классно я вам рекомендую вяжите с удовольствием надеюсь данное видео было понятным и полезным спасибо за внимание до новых встреч